Продолжение следует... Имея вот следующие сертификации, это Autodesk Constructor Autocad 2012, Autocad 2012 Certificate Professional и Certificate Associated. Это вот те сертификации, которые предлагает нам фирма Autodesk, издавать которые необходимо, будем так говорить, ежегодно. Но время останется, поговорим немножечко и о том, как получить подобные сертификации. Ну, давайте в двух словах, наверное, не нужно рекламировать такой продукт, как Autocad. Но фирма Autodesk уверяет, что более 10 миллионов пользователей Autocad существует в мире. Система современная, она обновляется ежегодно. Быть может быть, это несколько часто, но тем не менее, вот такие правила фирмы Autodesk и каждая версия Autocad приносит нам что-нибудь, в общем-то, новенькое. И, наконец, что такое стандарт де-факто? Дело в том, что во многих отраслях деятельности человеческой, в частности, в строительстве, где-то в машиностроении, не оговаривая это особо, требуется представление проектов в стандарте Autocad. Поскольку этот очень распространенный стандарт файлов DWG, его везде можно открыть, там, где есть Autocad, и проектирование осуществляется именно в нем. И, наконец, обмен файлов Autocad с другими, более продвинутыми, профессиональными программами, имеется в виду Inventor, Revit и так далее, и так далее, осуществляется достаточно легко. Дальше, что нам нужно для освоения Autocad? Ну, во-первых, конечно же, желание. Во-вторых, необходимо точно знать, зачем он вам нужен. То есть, что, какие объекты вы будете делать в Autocad. И, конечно же, знание компьютера. Но мне бы не хотелось утомлять наше, так сказать, выступление свое всеми этими сложными вещами, говорить об Autocad. Я хочу вам показать Autocad, ну, как бы изнутри. Вот давайте так. Вот я на первом месте поставил архитекторов и строителей. Конечно, это в основном те, кто использует Autocad. Но не только. Машиностроители, приборостроители и так далее тоже используют Autocad. И схема прохождения курсов по Autocad в нашем компьютерном центре, специалист при МГТУ и в Либауме, такова. Первый уровень – это уровень один, основа проектирования. Это тот уровень, где мы с вами научимся открывать Autocad, работать с ним, изучим его интерфейс, все команды, что такое слои, блоки и так далее, и так далее. Вплоть до вывода на печать 2D-проект. Дальше два совершенно одинаковых уровня – это адаптация системы по стандартам предприятия и 3D-моделирование и визуализация. Но сначала я поговорю про 3D-моделирование, то есть это тот уровень, на котором Autocad полностью раскрывает свои 3D-возможности. А адаптация Autocad системы предприятия – это то, чего не хватает в Autocad для полного выполнения проектов в соответствии с любыми требованиями нормы контроля, то есть ГОСТов и так далее, и так далее. Я постараюсь сегодня так построить свое выступление, чтобы коснуться всех этих трех уровней, для того, чтобы вы поняли, о чем идет речь. И систему я буду показывать как бы изнутри. Итак, давайте мы с вами, давайте просто перейдем в Autocad, откроем его и посмотрим, как он устроен. Ну вот то, что мы видим перед собой при открытии Autocad. Это стандартный интерфейс Autocad под названием «Рисование и аннотации». Вот это вот «Окно приветствия» – это «Добро пожаловать» так называемое. Так оно не просто окно приветствия, а достаточно функциональное окно. То есть можно при помощи этого окна открыть последний файл автокадовский, который вы использовали. Можно создать файл также. Потом можно работать с приложениями Автокада, онлайновскими приложениями Автокада. Можно работать в «Облаке», то есть Autodesk 360, так называемая, это новая возможность Автокада работать в онлайне. Но если, так сказать, мы сейчас не будем чего-то использовать, просто его закроем. Как видим, у меня открыт абсолютно новый файл Autocad 2013, чертеж 1, в котором ничего нет. Но все здесь настраивается, и обо всем этом мы будем говорить непосредственно на занятиях. Но если кому-то не нравится вот такой вот интерфейс с ленточкой, то вполне можно его заменить на старый добрый классический Автокад вот таким вот образом, который выглядит вот так, к примеру. Дальше существуют рабочие пространства, предназначенные для 3D-моделирования. Это тоже на основе ленты, но со специальными инструментами. Существуют рабочие пространства и другие, более того, можно их создавать непосредственно самому. Но остановившись на одном из рабочих пространств, давайте начнем что-нибудь делать. Можно, к примеру, цвет экрана перестроить. Мне, например, более приятен цвет экрана белый, как-то мне привычнее. Хотя есть любители и цветов экрана, ну, более, так сказать, ну, к примеру, черный, традиционный. Я вот настроился белый цвет экрана, и давайте что-нибудь практически сделаем для того, чтобы понимать, что умеет Автокад. Ну, я не готовился специально к сегодняшнему занятию. Какие-то готовые файлы приготовить вам. Давайте прямо вместе что-нибудь сделаем. Передо мной на столе лежит журнальчик под названием «Каталог проектов загородных домов». Ну, я думаю, что такая тема, как планировка или создание плана помещения, интересует многих. Я просто пользуюсь вот этим вот планом, просто беру внешние размеры и начинаю строить план помещения. Ну, вот у меня он имеет размеры 9600 мм по горизонтали, 9600 мм по горизонтали на 7000. Ну, вот перед нами такое удобное средство Автокада, как окошко динамического ввода, в котором мы вводим координаты. Ну, вот я нарисовал таким примитивом, как прямоугольник сейчас в данном случае. Дальше, ну, опять-таки, пользуюсь тем, что я имею, значит, я сейчас этот прямоугольник взорву или в русской версии такая команда есть, расчленю до отрезочков, да. Просто существуют некие команды специальные. Я ширину такого коридорчика здесь задам, здесь отюки все размеры присутствуют, поэтому я буду придумывать что-нибудь, ну, на ходу. Ну, к примеру, так, 3000 мм. Вот, нет, 3000 мм это много. Давайте так. 700 мм, наверное, здесь совсем маленькая. Вот такая вот штучка, да, похожа на то. Дальше. Здесь метра 3 уж наверняка. Все-таки меньше. Провожу такие параллельные отрезки. 1800 где-то. Просто передо мной здесь площади. Я вот, как бы так, исходя из этого, пытаюсь что-нибудь делать, подогнать под некий площадь, которые мне здесь заданы. Вот инструмент, которым я просто померил. Вот это вот площадь здесь 4,46,5 метров. Ну, пусть бы, 46, наверное, метров. Нет, меньше, наверное, 4,6. Правильно. Пусть будет где-то так. Теперь я делаю определенные действия. Здесь тоже хвостики всякие обрезаю. И придаю толщину стенам, которыми заданы здесь все внешние стены. Все внешние стены это 100 мм. 100 мм. Вот так вот это делается. Так вот это делается. Кстати, внутренние стены здесь 100 мм. Вот этого здесь нет. И еще одна стена 100 мм. Вот сюда. Теперь мы обрежем все, что нам мешает. И будем городить внутренние стены. Это моя ошибка. Сейчас мы ее исправим. Вот так. Вот внешний такой контур помещения. Толщина всех стен вроде как здесь 100 мм. Такой некий загородный дом. Сейчас мы откуда-нибудь... В автокаде есть такая замечательная штука, как объектные привязки. Видите, сейчас я достал панельку такой объектных привязок, на который я характерные точки объектов и как мифические, к примеру, центр, так и существующие на объектах, начало, середина, конец, просто задаю. Сейчас я вот... Режим орто, позволяющий мне работать в таких вот... Как это аналог решины, как бы на... Для традиционного черчения на кульмане. Вот сейчас я создал еще одну стенку. Те, кто этим занимается, наверное, вот этот вот процесс как-то более-менее знаком, да? Сейчас еще одну. Той же самой толщины. Ну вот, как бы, Никит, то, что здесь задано. Давайте сейчас двери будем рисовать какие-то. Давайте будем рисовать двери. Дверь здесь. Вот здесь вот я... От середины этого отрезка проведу нормаль и сделаю такое замечательное подобие, ну, по 450 миллиметров, для того, чтобы 900 миллиметров обеспечить вот это вот расстояние. Вот это вот расстояние, как видите, 900 миллиметров. Теперь еще одну дверь здесь делаем. давайте как-нибудь так. Примерно на расстоянии 300 миллиметров от этой стены. Это очень много. Давайте вот так вот сделаем. ту же самую замечательную команду подобие 300 миллиметров сюда, сюда. немножечко я, наверное, смещу вниз, смещу вниз вот эти вот объекты, для того, чтобы уместить дверь. И для того, чтобы показать вам некие команды автокадовские, которые, видите, как позволяют нам достаточно легко, достаточно легко выполнять подобные операции. Команд, как видите, много, и использую их много. И, в общем-то, на первом уровне мы все их узнаем. Вот теперь можно будет будет вот с таким вот расстоянием смещения построить достаточно большую, достаточно хорошую дверь. Так. Вот это вот у нас глухое помещение. Ну, оно, собственно говоря, здесь так и предусматривалось. Да, вот здесь какое-то помещение не будем устроить. Вот. Здесь команды подобие 1000 миллиметров. Просто у меня есть такая вот шпаргалка, которой я пользуюсь. Я пытаюсь ей при помощи этой шпаргалки что-нибудь сделать. Вот так. Вот так как-то. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Вот, осталось по некому замыслу неведомому архитектора сделать вот такую вот центральную входную дверь. Пошире может быть, здесь пространство позволяет. Вот так. Ну что, что-то такое похожее получилось. Давайте теперь окна. Сделаем окна, но в виде условных обозначений. А точнее, давайте сейчас посмотрим, как работают в автокаде со слоями. То есть здесь слои нужно создавать самому. Это весьма интересный и универсальный инструмент. Назовем, допустим, некий слой под названием «Стены наружные». Обозначим «Стены наружные» по свойствам. Пусть он будет выходить на печать весом, толщиной. Вес – автокадовский термин. Такой 0,4 миллиметра. Дальше пусть будут у нас стены перегородки, толщиной вдвое меньше. 0,2 миллиметра. И теперь мы вот что и сделаем. Мы вот эти вот стены, вот эти вот стены разместим на слой стены перегородки. А теперь выключим этот слой. Все остальное мы разместим на слой стены наружные. Теперь включим все слои. Я их выключил. Вместо того, чтобы включить, ошибки легко исправляются. И теперь посмотрим, что где у нас находится. Вот так вот у нас устроена работа со слоями в самом таком общем виде. Теперь идем дальше. Идем дальше в процессе создания нашего дома. Ну, давайте окна. Теперь мы с вами ранее создадим слой, который называется окна. Опять-таки толщиной той же половины от основной линии. И нарисуем какие-нибудь условные обозначениями окна. Ну, вот здесь вот, к примеру, окно шириной 2000 миллиметров. Есть здесь такое просторное окно? Нет, конечно. Окно 1200 миллиметров. Вот так. Дальше вот так. И вот так. Так обозначаются окна. Так обозначаются окна на строительных чертежах. Ну, здесь есть некоторое упрощение, да? Ну, тем не менее, мы пойдем на это упрощение. Потому что здесь положение этой линии может быть несколько другим. В зависимости от того, где находится подоконник. Здесь окно, думаю, двухметровое вместится точно. И не одно. Так. Так. И так. Теперь мы, пользуясь теми же операциями, которые я делал, обрежем все это. Сделаем вот так. Ну, где-то так же произвольно. Где-то так же произвольно. Сделаем вот так. Здесь окошко. Вроде так. Вроде так. Что-то похожее, весьма что-то похожее на план помещения. План помещения. Ну, теперь двери. Создаем слой двери. И рисуем двери. Это уже проще. Включаем такой инструмент, который называется объектное отслеживание. Можно даже так, видите, чтобы совершенно четко. Вот. Нарисуем вот такой вот кружочек. Под 45 градусов. Обрежем то, что нам не нужно. Получим обозначение двери. То же самое сделаем здесь. То же самое сделаем здесь. Обрежем лишнее. Получим еще одну дверь. То же самое сделаем здесь. Как видите, возникают линии, которые позволяют нам отследить, как углы, которые мы можем задавать сами. Все настраивается. Все достаточно просто. Ну, а теперь давайте сделаем вот что. Создадим некий слой под названием мебель. Позволим себе выделить его цветом. Пусть толщина тот же цвет, пусть будет красный. И воспользовавшись специальным инструментом автокада, конечно же, центр управления так называемый. И возьмем просто автодесковские примеры. На самом деле мы сейчас будем использовать блоки так называемые. Блоки мы на первом уровне учимся создавать. Это восхитительный инструмент автокада, который позволяет вам самим вот эти вот блоки просто создавать. Добрый вечер. У вас вопрос какой-то есть? Если вопросы, то в чате. Я слежу за этой панелькой, я буду регулярно на них отвечать. Давайте сделаем слой мебель текущим и поставим на нее, ну, что хотим. Здесь есть какие-то готовые, конечно, пользоваться-то ими не очень хорошо, будем так говорить. Стараются пользоваться своими собственными блоками, которые мы, в общем-то, создавать и учимся. Видите, здесь мы можем взять образцы дверей и всего прочего, но они просто здесь не соответствуют нашим стандартам. Где-то что-то здесь еще. Я видел, что-то такое простое. Я, конечно же, проект до конца доводить не буду. Я показываю некие принципы, которые используют автокад, которые используются в автокаде, для того, чтобы вам, ну, за очень короткое время вот этого вебинара, просто показать возможности системы в достаточно широком диапазоне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ну вот как-то так как-то так пусть это не шедевр архитектуры тем более мебель великовата и дом маловат но пусть вот такое у нас здесь имеется теперь давайте с вами постараемся вот что сделать постараемся оформить этот проект тем более что в так а здесь большое количество большая возможность для того чтобы оформлять вот это все это оформлять а давайте создадим для начала слои которые называются к примеру тексты и размеры текст слой текст он только у нас будет не красным конечно белым то бишь черным и так называемый инверсный цвет автокада инверсный цвет да и слой размер ну они у них они конечно будут потоньше и конечно будут существенно тоньше примерно в основной линии дальше создадим конечно соответствующие чтобы было красиво все выглядело соответствующие текстовые стили вот как это делается к примеру новый текстовый стиль на основании шрифта симплекс есть такой красивый шрифт пусть он имеет размер у нас вот такой вот конечно же создадим это уже гораздо сложнее мы на занятиях этому отводим от целое целое занятие и бывает даже не успеваем еще одно занятие мы делаем для того чтобы это крайне важная тема автокадовское создание создание размерного стиля но время потраченное на создание этого размерного стиля оно вообще-то говоря того стоит все автокаде именованное и это очень здорово для дальнейших поисков это очень хорошо это очень хорошо и это очень хорошо и обучение вот так вот выберем вот такие вот строительные стрелки размер стрелки сделаем таким вот текст выберем вот такое вот как видите все пришло в соответствии с тем что нам необходимо ну и основные делись точно зададим ноль будет нормально и установив текущим слой для размеров со всеми свойствами мы просто создадим нанесем вот эти вот размеры все размеры конечно же я наносить не буду я буду носить за так просто чтобы показать вам что есть какие то что есть такая вот возможность здесь наверно правильнее было бы нанести нанести вот так вот такой вот размер до окошечка да и показать размер окна это так называемая цепочка нанесения размеров так 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 такой вот размер цепью нанесем вот эти вот размеры и вот так вот основное достоинство автокада создание так называемых видовых экранов и пространство листа пространство листов если мы сейчас зададим что вот у нас есть так называемый лист формата а3 надеюсь никто не возражает против такого формата присвоив у некий плотов pdf весьма распространенный профиль собственно говоря это можно рассматривать как конвертацию в pdf так можем здесь достаточно быстренько достаточно быстро создать но только что все со слоями со слоями слой рамка к примеру с весом линии основной сразу создадим свой видовые экраны для чего скажу чуть позже с любыми свойствами мы здесь создадим такой элемент замечательный на слое рамка конечно же мы создадим элемент который называется штамп 420 на 297 дальше границы будут 5 миллиметров так и 20 миллиметров будет отступ от левого края и обрезаем ненужное создаем из этого единый объект который называется блоком блок будет называться рамка а3 объекты базовая точка будет конечно же здесь объекты будут вот здесь окей точно так же точно так же мы вот мы его как бы удалим а вставим его в точку 0 0 левый нижний угол вот что мы увидим на печати кстати с вами давайте сразу посмотрим вот что мы увидим на печати очень красиво а теперь необходимо нам совместить то что мы делали с с вами в модели с печати вот так это делается вот так выбираем масштаб необходимый в данном случае один к 50 его блокируем этот масштаб а дальше удалим вот этот вот лист 2 а первый лист скопируем несколько раз на всякий случай смотрите что мы с вами получаем на одном из листов мы имеем все что никогда как правило не нужно а на другом на другом сейчас мы с вами вот на этом самом листе на этом самом листе сделаем следующее выключим показ мебели только в данном листе а на другом листе как раз наоборот пусть мебель будет пусть мебель кстати будет видна а вот размеры к примеру нам не нужны вовсе а на этом листе кстати еще забыл ну к примеру показ дверей тоже здесь к примеру не нужен открытие закрытие дверей вот я и выключил в данном листе так сейчас посмотрим двери у меня не находится на слое двери очень легко исправить вот эту вот ошибку разместив их на слое двери теперь их здесь не видно посмотрите что мы сейчас увидим с вами на печати уже на реальной печати если сделаем еще одну процедуру нет да еще одну процедуру ну сделав невидимым печать границ видовых экранов это будет очень даже хорошо вот что мы увидим на печати вот один одна часть некого архитектурного проекта видите толщины или не соблюдены размеры соблюдены дальше другой лист архитектурного проекта все здесь показано мебель открытие дверей и так далее и так далее давайте попробуем что-нибудь в модели изменить что-нибудь в модели изменить ну к примеру удалим вот это вот вот и изменим и вот эту ширину этого тамбура растянем вот так вот сделаем подтянем чуть-чуть сюда как видите размеры отследились да отследились размеры а вот это вот перенесем поглубже насколько то вот так вот обратите внимание что вот эти изменения делаются как бы уже в готовом проекте в готовом проекте когда уже все как бы оформлено все сделано ну пожалуйста смотрим на листах все изменения отразились помните какие были изменения то есть мы растянули вот этот тамбур размеры соответственно все отследились убрали стол все нашло свое отражение как бы в печати в пространствах листов как это говорят в автокаде и мы с вами все это видим здесь что не присутствует давайте с вами создадим какой-нибудь слой еще красивый который называется осевые линии просто осевые за отсутствие времени пусть такая будет и наверное мы с вами сделаем вот что сделаем его текущим ну-ка и и и сделаем вот что и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 стен 3000 миллиметров такой вот узкий дом неожиданно что он такой узкий кстати получится ну вот некий такой вот дом в нем чего то не хватает чего в нем не хватает но конечно тех самых стен которые мы с вами сейчас окон и так далее тех самых дверей и окон которые мы сейчас из видимости выключили но сейчас мы конечно включим видимость к примеру слоя окна мне сейчас больше всего окна интересуют их расположение вот где они расположены сейчас создам некие объекты это так называемые полилинии которыми я как бы обведу вот эти вот окна которые мы делали с вами в плане по моему по моему все да ну и вот эти все полилинии я выделю сейчас подниму их на некоторую высоту на некоторый уровень ну к примеру 900 миллиметров от 900 миллиметров от уровня вот такие вот полосоте вот окна и сделаю так называемую логическую операцию вычитание из этого большого 3d тела вот эти вот получившиеся у меня маленькие 3d тела сейчас мы с вами можем заглянуть внутрь дома вот так вот выглядит наш дом изнутри ну конечно же не свойственно автокаду но пожалуйста можно здесь присвоить этому дому я вот сейчас это делаю можно присвоить к примеру материалы какие-то в чем весьма реалистичные из библиотеки достать их из библиотеки давайте сделаем этот дом кирпичной кладкой вот такой вот видите вот он приобрел поверхность кирпичную не нравится этот материал давайте наложим другой кирпич какой-то вот такой вот да не нравится это давайте что-нибудь другое но может быть мы сейчас его как-нибудь осветим солнышком давайте здесь все возможности есть встроенной системой устакад является так называемая ментал рей ведь я меняю освещение да можно визуализировать если вам знакомо это понятие вот процесс так называемого рендера идет да можно настроить этот рендер и так далее и так далее то есть здесь уже можно совершенно любые делать вещи которые нам нравится но основное конечно достоинство и то что должен должна решать проектная система некоторая это вот что это она должна уметь 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 на основании 3d вида делать все-таки чертеж проект и вот это мне хочется вам успеть продемонстрировать я сейчас сделаю очень небольшое количество построений очень небольшое количество построений сейчас я удалю видовой экран на этом листе оставлю только рамку и может быть не все слушающие меня строители давайте я немножечко ну как бы для машиностроителей что-нибудь сделаю значит я строю некую машиностроительную деталь использую несколько другую концепцию использую несколько другую концепцию сразу в 3d видите я такую пластиночку какую-то делаю там сдаю какие-то размеры здесь какой-нибудь кружочек рисую на пластинке тоже выдавливаю его дальше еще один кружочек рисую концентрический выдавливаю также и его до уровня вот верхнего круга вычитаю из вот этого объекта вот этот объект смотрю что у меня получилось ну некоторая вот такая поставка если хотите не знаю что можно еще к ней придумать можно можно на ней разместить какие-нибудь еще отверстия можно сделать их сквозными ну в смысле отверстия все сквозными можно глухими и вот так вот мы сейчас ну пусть одно отверстие для простоты вот такая вот некая деталь видите да я здесь ничего не делал симметричного ничего не делал очень красивого для того чтобы продемонстрировать вам то что существует только в 2013 автокаде только в 2013 автокаде возможно вы это оцените смотрите в 2013 автокаде появились так называемые проекционные виды сейчас загрузятся эти плагины видите специальные чуть-чуть ждем вот я выбираю объекты их два у меня сейчас выбираю лист вот лист 1 3 видите вот он у меня свободен я специально его для этого и оставил теперь показываю раз два три вот 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 тот шедевр который вы получили один вид нам не нужен а вот эти виды сразу как видите мы получили модель с невидимыми линиями то есть проект вот той детали которую мы видели теперь я могу сделать ну к примеру вот такое вот сечение ну какое сечение нас интересует вот на основании этого вида по средней линии я закончил я получаю нет вот это сечение кстати совершенно не информативное но оно правильное давайте если он не понравилось давайте мы его удалим давайте вот здесь вот сделаем сечение сечение по этому виду вот по этой вот линии покажем как оно выглядит нам не нравится масштаб этого сечения да давайте сейчас масштаб этого сечения просто изменим один к двум он был один к двум давайте один к пяти сделаем и перенесем его куда-нибудь сюда вот такое вот сечение можем теперь можем теперь на вкладке аннотация есть такая здесь выбрать какой-нибудь размерный стиль или создать свой и наносить все размеры которые нам необходимо что самое важное вот в этом вот и два размера нанес давайте здесь ведь очень много средств редактирования для 3d моделей давайте здесь попытаемся внести изменения в модель я уменьшил эту модель как видите я ее сильно уменьшил а задавал я ее больше строил ее больше именно собственно говоря для того чтобы выполнить вот эту операцию и ничего переделывать мне не надо поскольку все изменения которые здесь были вместе с размерами отразились моментально вот это вот 2013 автокад теперь попытаюсь я собираюсь с вами еще один семинар если он вам понравился если вам интересно я собираюсь рассказать о том что мы делаем на курсе адаптация автокада по стандартам предприятия посмотрите видите вот штрихпунктирная линия вот знаки сечения это то что нам автокад поставил по умолчанию соответствует ли это нашим стандартам как правило нет поэтому для того чтобы это соответствовало нашим стандартам мы должны создавать свои типы линий вот эти вот чтобы у них были строго рекомендованные ГОСТ на расстоянии между штрихами штриха до точки и так далее и так далее вот этим мы занимаемся на одной из частей автокада курса адаптация автокад по стандартам предприятия еще в автокаде существует совершенно замечательный объект так называемые так называемые блоки динамические блоки ну вот я к примеру вам покажу вот к примеру это вытаскиваю окно да которое меняет свои размеры из ряда заданных значений либо 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 сейчас посмотрим что у нас еще есть вот вот такой вот такая балочка двутавр да по-моему это все вызовут что это такое вот как много у нее хорошего всего видите вот на курсе адаптации автокад по стандартам предприятия мы с вами мы с вами учимся сами создавать вот эти вот вот эти вот вещи то есть сейчас я вам еще раз маленький маленькая пробежка по курсам но черчение это базовый курс очень многие люди сейчас получали образование необязательно такое систематическое и введить их в этом нельзя приходите чтобы на этом курсе узнать что такое типы линии что такое основная линия что такое штриховка что такое гост правильное название этого курса наверное мы будем так говорить основу понятия нормоконтроля что ли чертить мы там не будем на следующем курсе уровень 1 основа проектирования мы с вами уже осмысленно и вы это будете уметь не только я мы с вами сделаем такой же проект который делали вот большую часть своего занятия и отвел вот на эту вот планировочку но мы узнаем все это дело досконально что такое привязки что такое размеры что такое шрифты и так далее и так далее про курс адаптация системы по стандарту предприятия я говорил только что ну на уровне 3d моделирования мы будем заниматься уже систематически тем что ничем занимался последние 15 минут вот наших с вами ознакомительной лекции ну не знаю насколько это мне удалось донести до вас мне как раз хотелось вам говорить не про автокад а вот показать как автокад работает внутри возможно вы просто наблюдали естественно за работой лишенные возможности что-либо делать но даже слушатели наших вебинаров они могут параллельно со мной всему этому учиться делать параллельно с нашим преподавателем делать все вот эти вот вещи ну а овчинка по-моему выделки стоит то есть мы с вами видите за час сделали некое здание вы уже не ругайте его за неказистость за эту архитектуру я но это отсутствие стандартных заготовок полностью вы понимаете что создав такое здание можно создать и другое и то же самое вот с этим вот с деталькой как видите мы быстренько сделали детальку и быстренько сделали проект и собственно говоря вот сейчас я все таки в одном файле заметьте все что мы делаем это я удаляю остатки вот этих видов которые здесь не нужны да я сейчас сделаю для здания видите из пространства модели выбираю вот этот вот объект на новом листе вот он мне выбрал сам масштаб я вот так вот все один единственный вид я сделаю мне он для согласитесь что для строительства он не очень хорош а для того чтобы сделать план пожалуйста я тут же сделал план на основе 3d моделей и так же для 3d моделей я могу выполнять любые изменения в модели и делать проект но на самом деле не мало вы видите видите мы с вами в одном в одном пространстве модели сделали и домик и детальку можем что-либо меньше но если у вас есть какие-то вопросы вы мне сейчас в чате быстренько напишите сколько время позволяет я отвечу вот а если их нет то приходите учиться мы вас очень ждем в центре специалист созвоните к нашему менеджеру все телефоны у вас есть приходите и будем заниматься с вами автокадом все как вы в в в в в в в в